Стройная, гибкая и довольно сильная. Варвару Кириллину трудно не заметить на акробатической дорожке. В спорте она уже восьмой год. Говорит, что прыжки для нее – это радость полета. Мне нравится, как в воздухе вращения эти делаю. Я летаю. Правильно летать Ахтубинских юниоров учит Ирина Шлейна. Батутисты блещут на разных соревнованиях. Очередное первенство России в Краснодаре – не исключение. Конкурентов было 37 человек. Я все сделала. Я встала. Все сделала чисто. Не упала. Я ничего не боялась. Варвара Кириллина уже дважды бронзовый призер России. Свою первую высокую награду завоевала два года назад. Постоянство – признак мастерства, улыбается наставник. Ведь уровень конкуренции год от года растет. Соревнования прошли очень интересно, очень сложно. В этот раз добавилось больше команд девочек. Попасть в финал мы могли только войти пять команд. Было 12. То есть из таких количеств команд было очень сложно попасть в финал. Мы попали, мы поборолись. Из 37 участниц Варвара у нас на 12 месте по технической оценке. То есть техника у нас на 12 месте. Но так как сложность у нас немножко проигрывает, мы только стали 28. Но тем не менее, она сейчас посмотрела на все это. Ей это все понравилось. Она сказала, я приеду сейчас. Поднимаем сложность, Елена Анатольевна. Мы увеличиваем. Идем дальше. Идем в программу мастеров спорта. Мы на этом не заканчиваем. Девчоночка приехала мне так настроенная. Она молодец вообще. Новые тренировки – это путь к новым вершинам. Уверена юная спортсменка. Пожелаем ей удачи, как и другим талантливым, настойчивым мальчишкам и девчонкам, делающим первые шаги на базе Ахтубинской ДЮС-Ша, прославляющим ее за пределами района. В Астрахани есть наши спортсмены. Вот в том числе это Ваня Павичев, Дима Ким. Вот Дима Ким у нас должен выполнить мастер спорта. Они вот сейчас ждут второе выполнение. Наш тоже спортсмен, который выступает. Но он уже выступает не в первенствах России, а в чемпионатах. То есть он уже как во взрослых, 18+. А Ваня Павичев у нас выступает еще за команду юниоров, 12-16 лет. Вот сейчас они приехали, они были в Сочи, он попал в финал. Сейчас они вот с командой, вот они выступали за команду, они также попали в финал. Молодцы, мальчишки боролись очень сильно. Стали только пятыми. Но ничего, это большая победа. В спорткомплексе сейчас горячие деньки. Идет подготовка к соревнованиям. 23 апреля, то есть в ближайшую субботу, в Ахтубинске пройдет открытое первенство детско-юношеской спортивной школы по прыжкам на батуте. Ждем гостей из областного центра. Татьяна Фомина, Анатолий Калинкин, Татьяна Дубинина, Ахтубинск ТВ. Анатолий Калинкин, Татьяна Дубинина, Ахтубинск ТВ.